О, здорово. Габст, в чём всё есть? Там по-разному. Политика, история, война. Как с кем придёт? Не понял? Политика, история, война. Давайте о политике. Кто виноват войне, Россию или Украину? Украина. В чём виноват? В нападении на Донбасс. Что такое Донбасс? Донецкая Луганская Народная Республика. Это Донбасс? Да. Понял. А Ростовская область ходит в Донбасс? Да, входит. Понял. А Днепропетровская область ходит в Донбасс? Нет, не входит. Не входит в поле. А что это за республики? Хорошие. Как они возникли? Возникли? По... Возникли народа. Возникли народа. Это как? Ну вот как вот. Народ захотел. Украина что-то правильно? Народ выбирает. Где им находиться? Как им находиться? Да. Народ выбирает согласно Конституции. Вот. Народ выбрал. Согласно какой статье Конституции народ выбрал? Не надо статей. Надо. Не надо всех остальных. Конечно, не надо. Народ захотел. Сказал. Народ такой. Нет, народа нету власти захотеть. Блин. Свергли Януковича. Погоди. Народ захотел. Когда Януковича свергли? Ну. Как? Когда? Ты сам знаешь. Не знаю. Я думал, что Януковича не свергали. Я думал, что он сбежал под угрозой жизни. Он же сам говорил, что его не свергали. Хорошо. Сбежал под угрозой жизни. Ну так, но не свергали же. А что это за президент? А что это за президент такой, что сбегает? Разве ты президент? Да лоб обычный. Он трусливый. Да, трусливый. Ну так, а при чем здесь свергли, не сверглись? Он сам сбежал. Ну так его никто не свергал. Он сам сбежал. Он сам сказал. Ну. А ты мне говоришь, что свергали. Так не свергал никто его. Хорошо. А если бы тебе сказали, что я убежал? Ты бы убежал? Если я президент государства, то за мной все силовики. Кто меня может убить? На американских президентов и на российских каждый день сражаются какие-то покушения. И что теперь? Под ним вся служба безопасности. Получается, это не президент. Не работало. Ну вот, значит, так получилось, что... То есть, если Путин... То есть, правильно, если Путину будет угрожать опасность, он сбежит из России. Не, он... Вас... Жестко. Нас кого? Но он не сбежит. Нас кого? А мы здесь при чем? А какая безопасность угрожает? Ну а какая безопасность могла угрожать Януковичу? Да ваши тягни в боке... Тернивок... Тернивок угрожал. Так погоди, президент... Погоди, я так и не понял. Президента свергали или нет? Конечно. Так погоди, я же не свергалю. Как не свергалю? Ну вот, смотри, что Янукович говорит. Ну как не свергалю? Вот что Янукович говорит на этот счет. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой... Давай еще раз. Я решил об этом публично заявить. Я слышал, я слышал, слышал. Никто меня не свергнул. Ну так а что ты мне говоришь, что его свергали, если даже Янукович говорит, что его не свергали? Так свержение было или нет? Так свержение... Так свержение было или нет? Мы его убрали. Незаконным путем. Погоди, он живой или нет? Пока да. Ну так, значит, его никто не убирал. Но убрали же незаконно. Что значит убрали? Значит, власть... Ну так вот взяли И хотели его... Правильно? Он же сам об этом говорил. Так хотеть не значит жениться. Или нет? Или не об этом говорил. Так хотеть не значит жениться. Что значит убрали? Ну взяли и убрали. Хотели убить? Как убрали? Путем покушения на жизнь. А где покушение было? Ну уже сам сказал. Ну мало ли, что он сказал. А где покушение было? Янукович, между прочим, проиграл дело в суде о покушении. Он подавал в суд о покушении, и он проиграл дело. Хорошо. То, что он заявил, то, что он заявил, это все что угодно может быть. А с какого... Подожди, 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 подожди. Жду. А с какого... Ющенко... Ющенко что? Стал... Президентом. Ну стал президентом. Народ выбрал. Народ выбрал. Да, был третий, походу... Какой народ? Ты что-то путаешь, не было... Американский? Ты что-то путаешь, не было третьего тура. Так это не было. Ну как было, только наоборот. Было решение Конституционного суда... Американский народ выбрал. Было решение... Ну вот так же самое... Было решение... Было решение Конституционного суда о том, что второй тур недействительный. Соответственно, не было третьего тура. Был второй тур. Был повторный второй тур. А, ну конечно... Есть решение Конституционного суда. Слушай, а на каком основании Ельцин в 93-м году парламент распустил? Захотел. Это было госпереворотом? Да. Ваш Конституционный суд постановил, что это госпереворот. Почти. Не, погоди, почти не может быть. Есть решение Конституционного суда, Московского Конституционного суда о том, что Ельцин незаконно захватил власть. В 93-м году. Хорошо. Кого-то уволили из Госдумы. Нет. Да. Он весь парламент распустил. Он всю законодательную ветвь распустил. Незаконно. А потом они собрались и остались там? Нет, не собрались. А как получилось? Он новую собрал. Свою. Он же захватил власть. У вас госпереворот был. В 93-м году. Ельцин захватил власть, поставил своих людей. А тех распустил. Часть поубивал. Он же с танков поубивал часть парламента. Выехали танки к Белому дому. Расстрелили правительственные этажи, где на все находились. Причем там находились не только правительство, не только законодательная ветвь находилась. Там находились еще мирные жители, которые там спрятались от военной техники. Так что это получается? У вас в 93-м году был госпереворот, о котором-то ни слухом, ни духом. А у нас в Украине никакого госпереворота не было, но тебе не ты что-нибудь рассказываешь. Хорошо. Что из этого вышло в итоге? Из этого вышло, что у вас узурпированная власть по сей день. У вас тоталитарное полицейское государство. У нас хорошее государство. Не, ну ты как понятное дело. Любой манкурт будет говорить, что у него хорошее государство. Любой раб славит своего хозяина. Это нормально. Рабы всегда считались хамами. Нет, рабами всегда считались те, у кого нету прав. Нету прав, это значит, ты находишься в собственности. То же самое Российской империи до отмены крепостного права все граждане, кроме знати, считались собственностью королевской семьи. С ней можно было делать все, что угодно. Потому что на Москве это была распространенная практика. У вас в 15 веке было нормой продавать своих денег на рынке. Просто у тебя, ты пришел и их продал на рынке. У вас это на Москве было нормально. И соответствую с этим, да, у вас очень долго было рабство. У вас очень самый долгий процесс был рабства на всей территории Европы. Вот такое вот. А на территории Украины никакого рабства не было. Было только в процессе оккупации Российской империи. И все. Чтобы Кого-то забрать, только не моего мужа. И вот у вас там в городах... У тебя муж есть? Серьезно. Я не знал, что... Я не знал, что у тебя муж есть. Ну, свет на любовь, чувак, раз у тебя муж. Так, у вас. Хорошо. Если мы рабы, а почему мы можем выезжать в любые страны, куда хотим ехать, а вы не можете? Но вы не тоже, вы тоже не можете. Вы тоже не можете. Куда, куда это мы не можем? Я проводил статистику интересную. На территории России около 10% граждан Российской Федерации, около 10% граждан Российской Федерации, являются выездными. Все остальные 92%, 90-92% не могут выехать с территории Российской Федерации. По тем или иным причинам. Это, к примеру, осужденные, это, к примеру, задолжники по кредитам, признанные банкротами, банкроты не могут выезжать, проходят государственную службу, уклоняются от своих обязательств, данных, наложенных одним судом, подозреваемые в качестве обвиняемых, призванные на военную службу, освобожденные с военной службы. С этого всего перечень, причем 105 миллионов граждан, только в вашей Российской Федерации, это граждане ваше государство, 105 миллионов из заявленных 140 миллионов, не имеют заграничного паспорта. Это ваша статистика. У вас нету заграничных паспортов. И у тебя, скорее всего, в том числе, нету заграничного паспорта. А на территории Украины нету возможности выехать. Нету возможности выехать. Если добавить сюда пенсионеров, в которых маленькая пенсия, нету никаких накоплений, если добавить военно обязанных, то есть территория Украины не может выехать около 20%, из которых 12,5% это военно обязанные. То есть остальные 80% граждан Украины спокойно могут покинуть свою страну. Спокойненько. Могут выехать, что со снарями и делают. А 20% да, не могут, либо по финансовым каким-то аспектам, финансы не позволяют, либо они военно обязаны, но военно обязаны не могут выехать лишь по той предстоящей причине, что на нас напала футболская Россия. Поэтому, снова ж таки, если у вас не может выехать 92%, а у нас не может выехать 20%, кто-кто из нас не может выехать? Ты. Я могу. Не можешь выехать, я могу. Я могу. Я могу выехать, ты не можешь. Покажи загранку. Куда ты можешь выехать? Покажи загранку. Такого... Ты буду показать загранку. Потому что у тебя я нету. Ты не можешь выехать без загранки. Я могу выехать. Куда хочешь? Покажи загранку. Покажи загранку. А вот ты... Покажи загранку. покажи загранку кривляйся расскажешь мне сказки как у вас тишу переплываю такое все остальное помимо не 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 зачем ты ходишь от те уходишь от тема я тебе еще раз объясняет этой сказки рассказываешь рассказываешь мне еще ты сейчас вас эти еще налог хотят вести на выезд за границу дополнительно еще получается проблемка то есть ты грубо говоря можешь зарабатывать там 10 лет на то чтобы съездить куда-то в турцию в отель три звезды закончится тем что ты с этого еще должен заплатить налог от бедненький еще раз и от я же тебе привел у вас 105 миллионов граждан российской федерации не имеет загранпаспорта без загранпаспорта ты выехать никуда не можешь потому что у вас безвизовый режим очень сильно ограничены по внутреннему паспорту ты тебя очень сильная проблема поехать куда-то и может еще раз если ты можешь выехать ну покажи мне хотя бы загранку рабами зачем я тебе что-то буду показывать ну потому что без загранки ты никуда не уедешь я не хочу тебе показывать загран потому что у тебя я не это все верно ты только что подтвердил мне мое заявление о том что у вас 90 процентов страны не выездные но то хочешь я тебе еще раз говорю я в июле был в другой стране какой а ты на стане страны казахстане может почему казахстане на какой о вьетнаме представляет великолепные пейзажи вьетнама покажи загранку чувак могу те фотки показать свет на мой взгляд показывать только так что ты на фоне вьетнама был показывал до с автоматом показывай фотки вьетнамске я напала мне эти покажу ты мне скажи просто объяснил оказывается своей страны мнение не погоди ты опять съезжаешь ты ты опять съезжаешь темы чувак ты мне сказал что попросил террас ты можешь выехать просто заявил что у вас 105 миллионов отсутствует загранпаспорт эти задал вопрос покажу загранку ты отказывайся показывают значит у тебя и нету теперь ты говоришь что ты советует вьетнаме был и заявил сам тебя никто за язык не тянул ты сам не сказал что ты можешь показать фотки показывай фотки пока ты не покажешь фотки разговора дальше не будет значит и обычно ты сам сказал что можешь покажет фотки вот и показывай ага где по крису телефон а говорю а чё ты мне говорю да даже может покупать фотки соту назад малышки все обычный что ты создал не начинаешь заднюю давать весьмите показал я с тобой говорю с телефона так а зачем то так зачем так зачем ты опять задней даёшь ты не сказал что фотки покажешь а теперь у тебя отмазки почему-то не покажешь фотки так показывай я жду чувак либо как подтверждать либо подтверждать что ты и все просто подтвердишь это хорошо ты не сможешь телефона фотки показать если находится в телефоне объяснить вот я вот нахожусь телефоне покажу тебе сейчас любой фотки я с тобой разговариваю с телефона в котором фотки как так а зачем ты мне говорил что так зачем ты мне сказал что можешь показать ну приезжай в луганске я покажу хорошо покажи что ты из луганска покажи прописку луганскую ну покажи хоть что-то загранки у тебя нету фото показать не можешь покажи хотя бы прописку луганскую час здравствуйте как жизнь война не понял что конкретного не понял давайте объясню но я не сказал не допонял так не дополнял звук плохой был так недопонял или не услышал не услышал звук говорю плохой понял война с россией и как продвигается любая война грязь и разрушение греки какую сторону идет пока не в какую а кто это виноват тот и напал то есть в россии а кто напал да ладно полномасштабом 24 февраля 22 года вели войска на территории суверенного независимого государства украины прикинь сижу дома вообще город киров город киров луганской сижу дома но приезжай в луганске тебя покажу никого не трогаю и тут раз приходят какие-то непонятные прописку кировскую покажешь там сейчас да это же уже подготовиться был чтобы ответить за базар без понятия кто-то ладно давай вопрос другой вопрос другой по какой герб город киров кировской ну кировской какой герб какой герб у него нету герба по нету отвечаешь ставит по что нету герба давай забивай город кировской области садишь на голубовка сядешь на вот эти там язвала давай договоримся сядешь смотри если там нету герба я сяду на к и съезд и сядешь какой герб у мелкого городка улюб любой ну давай договоримся если там нету герба я сажу на если ты если есть не садись а гер вот вот герб садись на бутылку стоит такой герб кировского садись какого кирова и раз к кировск кировск либо голубовка садись толку это что за герб кировская это что за герб такой кировск либо голубь это ты сейчас засунешь бутылку мы же договаривались какой-то герб это что за герб такой кировская ты меня показал детский рисунок это кировская герб садись мозги садись мозги утром час герба саживайся можно снуть всем присаживайся есть вот садись что ты показываешь герб вот так вот как ты вот так вот 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 докажи вот бутылка тебя ждет садись да конечно я только что только что доказал города киров доказал кировская киров кировской кираж кираж к либо голубовка докажет докажи Он только что доказал, показал Герб. Покажи еще раз, Герб. Что там нарисовано? Это что там нарисовано? Солнце Донбасса. В крепости. Герб еще с 1764 года. Садись на ссылку. Сейчас в компе забью. Подожди, подожди. Садись на б***ь. Сейчас в компе забью. Да подожди. Так. Как там брать? Кировск, Луганская область. Герб. Можешь ввести Кировск, Луганская область, Герб. Хорошо. Я ввел просто Кировск, Луганская область, отыгрывал. Это герб областного значения, а не города. Ты че? Это герб города. Где написано, что это областного значения? Областного. Ты че? Покажи, где написано, что это областного значения. Если будет видно, конечно. Нет, конечно, не видно. Но Кировск, Луганская область, Википедия. Ну, что ты не показываешь? Герб. Да, ну, так пришел. Областного значения. Областного, понимаешь? А где написано, что это областного? В планшете написано, герб областного значения. Где именно в планшете написано? А не города именно. Где именно в планшете написано? Мы же не показывал. Нет, не показывал. Ты имеешь в виду мозги? Нет. У тебя их... А, а у тебя есть? Мне да. Но я же могу загуглить, а ты нет. У тебя есть мозги? Да ладно. Ты сейчас мне рассказал. Ты мне прикинь, глаза открыл. Так где написано, что это областного значения? Нет, подожди. Подожди. Ты мне сейчас рассказал, что у тебя есть мозги, и ты в итоге живешь в Украине. Герб Кир... Это областное значение герб. И как вообще это может пониматься, что областного значения герб, если это герб Кировска? Это город областного значения, может быть. Потому что Кировск, да, город областного значения. И у него есть герб. Какого кировско-областного значения? Это маленький. Ну да. 15 тысяч человек. Под 7 тысяч. Ну я примерно, плюс-минус. Был. Ты знаешь, сколько уехало отсюда? Без понятия, чувак. Так еще раз, герб у Кировска есть? Областного значения есть, но именно города нет. А как это может быть герб Кировско-областного значения? Я не понимаю. Ну так вот. Это в смысле герб области? У тебя кроме герба в мозгах что-то есть или не пойму? Так мы с тобой тему герба Кировска обсуждаем. Ну, после... Я тебе говорю, у тебя кроме герба в голове что-то есть, Как может быть? Или ты до такой степени... Может быть... Как может быть герб города областного значения? Город может быть областного значения, но не герб... Короче, я не пойму. Ты что, до такой степени герб... Вообще ничего не понимаешь, или что? Я все понимаю. А что ты... А, да-да, я же тебя видал. Ты же блогер. Ну это... Слышь. Вообще, вообще. Все, я дед. Задоел. Слышь.